всем доброго времени суток с вами канал артмания и сегодня с вами мы будем печь хлеб чабата со специями смотрите вот такой хлеб у меня получился белый он с кориандром и укропчиком обалденно вкусный пахнет запах как в магазине хлеб вот пекла я его на формочки фикс прайсом получился вот она ребристая сторона и давайте посмотрим как я его приготовила насколько он вкусный получился мы его с вами разрежем попробуем вот него и корочка такая поджаристая как настоящий хлеб смотрите как настоящий очень красивый такой вот ну и мягкий конечно мягкий он прям мягкий ломать не хочу но он мягкий просто обалденный запах пахнет очень вкусно хлеб получается у меня очень очень вкусный вот также вам предлагаю приготовить дома свой хлеб по моему рецепту и в комментариях напишите понравилось вам не понравилось вкусно получился у вас хлеб или не получился также вы можете его готовить без специй это чисто чиабатта самый самый простой хлеб вот здесь сейчас дальше там в ролике я расскажу рецепт что мы из чего мы будем готовить какие ингредиенты смотрим готовим с вами хлебушек и для него нам понадобится 500 грамм муки 450 миллилитров воды там уже дрожжи разведенный 10 грамм и 2 чайные ложки сахара чтобы они немножко поднялись чтобы уже были готовы как бы побыстрее вот так же соль полторы чайные ложки и специи я еще добавляю может вы можете не добавлять я люблю со специями у меня здесь кориандр там целая чайная ложка с горкой и немножечко укропчик а совсем немного вот и давайте приступим выливаем и наши дрожжи с водичкой 450 грамм соль наши высыпаем специи обалденно пахнет кориандр с петру ой с укропчиком посыпаем ее сверху и и кстати можно даже развести вместе с водой если кому-то так нравится и наша мука муку мы обязательно просеиваем обязательно и теперь мы этот бугорочек разравниваем так и ставим мы на замес замесу замешиваться она будет 15 минут потом она будет везде так вокруг и обогревать тесто будет подниматься и где-то это получается нас полтора часа вот встретимся с вами через полтора часа для меня это полтора часа конечно пройдет для вас это пройдет как одна секунда вот наше тесто подошло поднялось прошло нас полтора часа и сейчас мы будем перекладывать в фунт форму я буду перекладывать такую формочку у меня кстати форма из фикс прайса стоила 99 рублей она я уже не одна такая есть у нее кстати это покрытие слезло и она начала пригорать вот у меня есть еще одна еще по моему таких три штуки я купила чтобы делать хлебушек хороший совет лучше всего покупать форму алюминиевую полностью алюминиевую она не пригорает но их найти сложно очень и также вот тут у меня есть маслица мы сейчас будем ее смазывать маслицем такую штучку стать я делала сама на нее ролик отдельный будет так сейчас я сделаю чтобы вам было видно так и теперь перекладываем наше тесто так Вот видите, там очень-очень много остается. Мы берем силиконовую лопаточку и все это по краям собираем. Теперь мы берем холодную воду, такую самую обыкновенную, из-под крана. Макаем туда нашу лопаточку, чтобы на нее не прилипало, и все это мы вот так разравниваем, чтобы не было вот этих вот всяких линий, бугорков всяких непонятных, чтобы ее обязательно убрать, то есть тесто вот здесь не должно быть, допустим, вот тут вот, иначе она пригорит и потом она будет, хлебушек наш будет сложно вылазить, не вылезет, короче. Вот, разравнять обязательно надо. чтобы вот там вот в углах, то есть внутри там в уголке тоже было тесто, чтобы оно у вас получилось ровненьким. вот так вот мы прижимаем, вот так вот прижимаем. Мы стараемся его сделать без всяких бугорков. вот, ну и в принципе все. Смотрите, мы оставляем его, чтобы он немножечко поднялся, потому что вот тут вот есть место, тут вот где-то на полчасика, за полчасика оно, я думаю, поднимется. И также хочу ответить на ваш вопрос, я думаю, он у вас уже появился. Почему я хлеб не пеку в хлебопечке? Смотрите, получается так, что хлеб печется 3 часа, а в итоге бывает по-разному, бывает хлеб поднимется и потом опустится, и получаются такие вот бортики, они не очень красивые. А бывает такое, что он не пропекся, например, сырой остался. То есть 3 часа прошло, а он остался сырой. Вроде делаешь по рецепту, делаешь все как положено, но все равно, ну такое у меня бывало. Либо наоборот, он не поднялся почему-то. Должен был подняться, по каким-то причинам не поднялся. Там какой-то низкий черстый есть, какой-то непонятный. Поэтому я делаю в такой форме, мне в такой форме очень, кстати, нравится, чем в той. И сразу видишь, он там, если хочешь, чтобы он подгорелее был, можешь подольше подержать. И я знаю всегда 100%, что у меня здесь получится. Здесь можно подольше подержать, можно поменьше подержать. То есть проблем с этим не будет. Кстати, смотрите, виднеется здесь. укропчик наш, кориандр виднеется. Вот, в принципе, там можно сделать, типа, как батон, какие-то разрезы такие, вот перед тем, как отправлять. Можно сделать внутри разрез, положить какую-то зелень туда, например. Как вот в Ашане какой-то хлеб есть продается такой. То есть тут уже как душе угодно. Ну вот, смотрите, он поднялся, но сюда особо не залазит. Довольно такой красивый он стал. Ну, немножечко здесь остался неровненький, но ничего страшного. Я думаю, он еще немножечко сейчас поднимется, немножечко поменяет. Это не будет особо заметно, самое главное, что он будет вкусный. Вот. И сейчас мы его отправляем с вами в духовку. На какое время, я не знаю. Пока вот, когда вот здесь уже будет немножко такая поджаристая корочка, я всегда вынимаю. Может быть, это 30 минут. Может быть, 40. Где-то, ну, так вот. У меня электрическая духовка, у меня попроще. У вас, смотрите, сами какая-то. Вот, смотрите, получился вот такой хлебушек. Он уже у меня остыл. И сейчас мы его с вами вытащим. Опа! То есть из такой формы он вообще довольно легко сам выпрыгивает. Ну, и здесь, наверное, вот тут покрытие постепенно слазит. Единственное, еще вот тут немножечко налипло. Вот так вот. Очень хорошая форма. Не знаю, но раз на 15-20 может быть хватает. Даже не знаю, может, даже побольше. Так, вот он наш хлебушек. Тут он еще немножечко мокренький. Его можно на несколько часов. Я обычно оставляю вот так вот кверху корочкой. Вот. Она вся полностью высыхает, засыхает. Он остужается. И все. И он готов. Очень ароматно пахнет. Вот. Подождем с вами, пока он немножечко остынет. И взвесим, сколько у нас его получилось. А вот сейчас он еще пока тут мягенький такой. Обалденно. Просто пахнет. Пахнет кориандром. Немножечко укропчиком. Просто вообще восхитительный. Вот. Ну и здесь вот он получился такой. Очень красивый, кстати. Очень красивый. Ну, тут его разорвало немножко. В принципе, бывает разорвает, бывает нет. То, что там мазал сверху водой его, это не зависит. Вода она испаряется и все в порядке. Вот. В данном случае мы сейчас его оставим вот так вот. И подождем, пока здесь появится корочка. Сейчас здесь просто мягенькая. С всех сторон. Ну вот, наш хлебушек остыл. Пролежал он у меня всю ночь. Вот так вот, кверху. Половина суток. С ним ничего не случилось. Он такой же остается мягенький. Вот он. Такой же мягкий. Сильно ломать его не будем. А так же получается этот хлеб каждый раз по-разному. Бывает очень мягкий. Не знаю, от чего это зависит. От муки, может быть. От воды, может быть. Мука бывает разная. Бывает вот. Ну, это нормально. Довольно мягкий. Бывает и пожестче, кстати. Вот. И так же, поскольку мы с вами смазывали нашу форму. Как же ее назвать? Специальной масленочкой, которую я делала. Здесь довольно мало подсолнечного масла. И она... То есть, он быстро высох. И на руках его не остается. Руки остались сухие. То есть, обычно у меня, если я туда заливаю, начинаю все это размазывать, то там очень много остается этого масла. За сутки там или за несколько часов оно не выветривается. И у меня все на руках. А это вот, посмотрите, они сухие. Абсолютно сухие руки. То есть, это очень хорошо. Так, и давайте мы его с вами взвесим. Мне очень даже интересно, сколько же он будет весить. Так. И взвешиваем. И весит он у нас 808 грамм. Ну, почти 800 грамм. Представляете, 800 грамм. А также хлеб бывает, может весить 900 грамм. То есть, готовишь по одному рецепту, но бывают разные. По-разному он весит. Пропекся. То есть, бывает, иногда, знаете, тоже готовишь, бывает сыроватый. Немножко, ну, тоже, наверное, как вытащишь раньше, это раньше или позже. Вот он пропекся. Поскольку он сделан с водой, он немножко мокроватый. То есть, есть хлеб, который на воде он мокрый. Более такой водянистый, не водянистый, а такой. Ну, да, мокренький такой. А бывает хлеб сухой. То есть, если его сделать на молоке или на чем-то там еще, он будет более суховатый. Я люблю больше мокренький. Посмотрите, какой он красивый. Тут все поджаристое. Здесь тоже. Все поджаристенькое. Все очень красивое. Вот, соответственно, и тут. Все очень... Все пропеклось. Все пропеклось. Тут у нас пузырики. Как на самом обыкновенном хлебе. Также, в принципе, можно, если вы хотите, можно подсчитать, в какую сумму выходит такой хлеб. Но, по-моему, я считала, он выходит где-то в 26 рублей. Не помню, какой конкретно считала, но какой-то я считала. Здесь также 500 грамм муки. Где-то там килограмм муки у нас сколько стоит? Рублей 60, наверное, полкилоид, значит, 30 рублей. И там что, получается, вода 450 миллилитров. Ну, не знаю, воду можно, конечно, просчитать. Но я думаю, 450 миллилитров воды будет стоить, наверное, мизеру. Ну, рубль 2, может быть, даже меньше, я не знаю. Ну, получается, где-то вот такой хлеб, наверное, рублей 30-35. Там сои, дрожжи. Ну, да, где-то 35-36 рублей. То есть, так вот. Вот. Сейчас я его тут отрежу вот так вот. Немножко его неровно начало резать. Вот, получается у нас кусочек. Такой вот, ну, прям, смотрите, такой мягенький, классненький. Вот. И также на днях я готовила сливочное масло. Тоже готовила под камерой, перед камерой. Такое вот у меня получилось сливочное масло. Желтенькое, настоящее, домашнее сливочное масло. Оно уже немножко у меня мягенькое. И сейчас я хочу попробовать его вместе с хлебушком. Обалденно пахнет. Прям такое деревенское. Деревенский. Вот оно, посмотрите. Какое. Желтенькое, красивое. Такое. Сбоку тут намажу я. Смотрите. Очень, кстати, желтенькое. Так же масло можно посолить и все прочее. Пробуем. Очень вкусно. Бесподобно вкусное масло. Такое, прям, деревенский такой вкус. Такое, прям, знаете, прям, деревенский, деревенский. Чувствуется прям такой вкус деревни, как будто. Вкус там прям молока такого древенского, коровьего, такого настоящего молока. В принципе, сливки я когда пробовала, тоже чувствовала этот вкус. Сливки тоже бывают разные. Бывают просто сливки, а бывают вот реально настолько вкусные. И со свежим хлебом это просто бесподобно. Очень-очень вкусно. Вот. Мне очень понравилось. Чуть-чуть тут еще масло осталось. Вот. Такой мы с вами хлеб испекли. Корочка, кстати, один день будет такая хрустящая. На следующий день она уже будет не такая. Поэтому едите сразу. Сразу вам говорю. Кушайте сразу. Пока она вот сегодня такая. А завтра в мешок... Вернее, сегодня уже положите его в мешочек. Завтра она будет не такая. Вот. Всем спасибо за просмотр. С вами был канал Артмания. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии обязательно. Понравился вам хлебушек такой. Хоть будете вы его готовить или нет. Может быть про сливочное масло. Обязательно посмотрите ролик, как я готовила сливочное масло. Также смотрите мои другие ролики. Мои видеообзоры на продукты. На вещи. Покупки. Также мои влоги, как мы с сыночком гуляем. Для вас стараюсь делать, чтобы было интересно. Также вы можете в комментариях написать, чего не хватает на моем канале. Я обязательно рассмотрю ваши предложения. Всем пока-пока.